всем доброе утро я хочу сделать себе жилет из платков у меня оказалось два вот таких кашне я их разрезала вот такой я купила на шок цене мне как раз хватит здесь на жилет здесь идет подклада она сразу вот видите простегана с тонким-тонким синтепоном как раз вот ну то что мне нужно кроить я буду по основе своей вот этой безрукавой на и такой вот майки может быть верхнюю часть спинки я сделаю вот из этой красоты а уже перед и по низу не хочу резать а перед и по низу спинки пущу вот те кашне все я приступаю крою но потом буду показывать постепенно по мере по мере работы своей я уже обрисовала свою выкройку с изнаночной стороны глубину пройму я сделала поглубже горловинку глубину сделала такую же ну там я уже буду мерить смотреть а здесь я чуть-чуть вот этот распад убрала даже наверное еще но я буду резать с припуском на швы все равно еще чуть-чуть лучше я потом горловину вырежу чем она у меня будет по спине распадаться конечно можно потом и припосадить и потом я еще хочу очень чтобы сохранился видите рисунок чтобы не потерялся очень мне нравится этот рисунок прямо вот я хотела на обложке блокнота впустить как хорошо что я вовремя тормознулась так это будет спинка здесь я приточаю цветную полосу на ту длину которую я хочу но это длина будет вот такая мне конечно очень короткий стол это кому-то меня письменный стол у меня занят оборудованием швейном мне удобнее как есть в общем до краю низ и буду кроить полочки но наверное мне придется из остатков ставить немножко полоски потому что майка слегка на мне свободно но это же летняя вещь а это будет верхняя это на тело одевается это будет верхняя желательно еще добавить ну хотя бы сантиметра по три с каждого бока потому как кашне я померила вот так вот уже чем а еще в швы уйдет чем платок поэтому все нужно учесть не забывайте вовремя сообразила как можно схитрить чтоб цветные кусочки не портить ну они могут куда-то удачнее пригодится я чуть-чуть занизила пройму сильнее чем рассчитывала но я еще хочу мехом обшивать да даже если не буду обшивать нормально это все-таки жилетка это верхняя одежда зато здесь я как раз недостающий размер смогу приточать совершенно безболезненно и кусочки не выброшу и как раз будет все очень даже незаметно я попробую использовать свой новый ножичек чтобы не только печь варки но и в ровном раскрое я смотрю мне слева направо удается лучше чем справа налево видите справа налево я порезала но это не страшно для запаса сделала это от того что я левша я скрытая левша я много чего делаю для того чтобы не перепутать сейчас я поделюсь как мама для того чтобы не перепутать где лицо где изнанка на изнанке я прочерчиваю полосочки так и с этой стороны для передней полочки я потом тоже хотя даже не знаю принципе я смотрю что за счет того что я поставила платок с листьями у меня получается что мне одного кашны хватит представляете мне будет достаточно одного кашны на весь жилет точно сейчас я заберу спинку промеряю похоже что я вообще в шоколаде у меня тогда останется кусок я смогу сумку пошить представляете какая вообще красота боже какая идея а к спинку я собрала сейчас я покажу переднюю часть как я раскроила я сложила пополам да и там где открытая часть сгиба я думаю понятно да как раз это будет перед у меня я сейчас вырежу а там где прайма просто из-за того что кусок больше мне все равно разрезать в этот сгиб на две полочки я сделала пройму потому что этот кусочек клинышек он будет мельче а вот этот может куда-то пригодиться он такой будет ну в развернутом виде он будет более такой большой этот кусок и получается что из платка из одного кашне в общем-то у меня получается жилет а второе кашне тогда получается у меня все целое я какие-то аксессуары из него сделаю но придумаю было бы было бы из чего вот поэтому я сейчас вот это все вырезаю собираю перед спинку и буду смотреть да что я сделала по спинке я скос на плече сделала по переду я скос на плече делать не стала чтобы четко вписаться в этот кусок я выгодаю здесь длину потому что я делаю на себя вытачку всегда я сделаю просто вытачку прайме такую еле-еле заметную как раз и плечо как раз пойдет сюда как раз этот скос получится на плече и я тогда выгадываю вот эту часть длины так я ничего не срезая забираю здесь вытачку всю я вырезаю и собираю перед и спинку а потом начинаю собирать подкладу а потом буду думать как я буду перестрачиваться так я хочу ее как простегать разрезала я полочку я наметила вытачки вот они будут вот такая вот вытачка и когда здесь заложится вот сразу скос у меня уйдет и это будет скос ну и вырезала горловину вот у меня получилось еще два вот таких кусочка и я хотела эту каемку оставлять полностью ну как-то она и мрачная в общем решила я ее отрезала и как раз я спинку собрала я добавила то что вырезала здесь я говорила я добавила вот сюда и здесь я еще поправила таким образом что здесь есть зелень здесь черная и я полоску зеленью пустила сюда черную полоску пустила сюда ну чтобы как-то она так уравновесилась и теперь я как раз вот смогу вот эти кусочки свои которые у меня вот тут я как раз добавлю у меня эта часть получается уже чем как и как бы кокетка нижняя часть спинки и вот я сейчас добавлю кусочки я сейчас подумал даже может быть вот так вот потому что по низу меня в принципе устраивает мне как раз вот тут мне нужна ширина а по бедрам у меня у меня шире бедра у меня уже поэтому как раз я думаю вот так вот я и выгадаю все собираю показываю уже состроченную собрала я спинку вот моя спинка очень красиво лег рисунок очень красиво сочетается я считаю очень красиво прям вот как будто бы здесь все и было отлично здесь я только заложила вытачки видно вытачки такие они узенькие тоненькие но они немного будут форму будет лучше держать этот жилетик так это перед ну и по спинке вот я добавила эти клинышки тут практически ничего не заметно даже вот видите лежит незаметно и как будто бы расширила теперь я могу спокойно выкраивать подкладу с синтепоном это я уже убираю прям по ним же буду прикладывать и чтобы не уколоться нужно следить за иголочками я так и не сделала себе до сих пор подушку потому что меня все время что-то отвлекает а подушечка очень нужно все буду выкраивать подклад срезала я подкладу очень хороший синтепон то есть я теперь даже знаю в каком году эту куртку одевали не знаю уж последний раз ну да наверное может быть последний раз как я и сказала куртка винтажная поэтому я была уверена что она долежит носили ее мало синтепон в идеальном состоянии то есть видимо у то раз постирали тот кто ее носил и один раз я но носить ее точно носили в рукаве когда я отрезала уже осталось рукава снять я нашла монетку и поняла откуда поняла откуда как показать откуда приехала куртка потому как по-моему на ней нет никаких опознавательных на ней нет знаков почему-то нигде и там оказалось 5 вот этих 5 монетка центов или что такая есть дырочка одна единца ну то есть это не высокого какого-то производителя ничего не понятно ну какое-то слово которое не прочесть просто и тут размер состав полиамид стопроцентный полиамид 44 размер но она огромная стирка значит позволено 30 градусов не знаю я стирала на 60 градусов ничего с ней не сталось но зато я нашла свой клад я записала там как я его нашла ну как я уже когда разрезала упала себе знала я конечно снимала но нашла зато в кармане дырку зашитую и она она что оказалась в рукаве видно стирали она упала в рукав вот такой мой клад я посмотрела в интернет это монета 5 крон и стоимость ее 40 рублей но моя в идеальном состоянии кстати вот у меня есть первая монета клад именно такой таким образом найденная ну все продолжим теперь наш раскрой я понимаю что спинка то у меня поместится я очень переживаю что у меня поместятся полочки в полочку эти куртка была на меня огромная я конечно срезала швы я так понимаю что жилет этот мой будет огромный надо подумать может мне вот эти все до тачки и убрать с него с одной стороны боязно с другой стороны зачем мне такой огромный если он огромный в общем то хватает впритык впритык но за счет того что я поторопилась срезала рукава и за счет того что здесь был рука в реглан я не укладываю спинку и вот я сейчас подумаю как мне лучше сделать отрезать вот тут и приточать заново или добавить вот эти клинышки сейчас я подумаю потом вам покажу дольше чем я думаю у меня заняло время подклада уже темнеет надеюсь хорошо видно но сделала я подкладу как сделала вырезала сейчас буду приступлю к сборке отклады карманчик здесь внутренние оставила он на замочке замочек работает и я уже собрала и примерила жилет верхнюю часть жилета как бы но так как очень сыпучая и очень нежная я уже покажу на себе промежуточный вариант когда соберу подкладку и когда соберу подкладку и когда сколю вверх и подкладу с самим жилетом и смотрю он такой нежный тонкий боюсь что перекосится что-то если я начну стягать я наверное стежку сделаю когда уже быть полностью готов и сделаю стежку прям вручную по листикам посижу что уж хочется поскорее прям и одеть по листикам здесь простегаю чтобы присоединить и каким-то образом вот так вот прям вот просто буду идти и простегивать вот ну какие-то вот моменты такие хотелось бы конечно бусами я люблю такое блестящее но бусы будут цеплять это будет неудобно может быть может я верхнюю часть опять же если я могла бы тут конечно бусами расшить но если я сделаю здесь бусы я не смогу ее носить например под дубленку буду цепляться и буду портить я придумала что я сделаю я прицеплю у меня там есть мастер-класс я цепляла броши делала такие вот текстильные я скорее всего сделаю ну может быть из кусочков как раз вот что-то такое вот на основе какую-то брошь и я смогу так это приколоть будет очень даже здорово потому что лишнее много хорошо тоже нехорошо вот так что занадто то нездраво вот что я хочу сказать но пока все еще не скалывала не сметывала но одела на подклады на флизелин посмотрю может даже по бокам заберу еще здесь возможно я опущу еще немного скос рукавов тоже надо подумать это я одену на манекен и посмотрю там я не хочу ходить как геракл я хотела мехом обшить а сейчас уже не хочу можно будет другую какой-нибудь мехом обшить ну пока промежуточный вариант мне очень нравится спинка какая красивая все на сегодня я откладываю собирать уже доводить до ума буду завтра подумаю еще посмотрю полюбую здесь так хорошо совпало все врезала то пополам но может перекоситься пока нравится